Мусульман Мусульман Учудж и маджудж звучат очень резко и грубо. Оба они происходят от одного корня. Слово узаж, означающее быть сухим. Сухим и жестким. Они также связаны со словом аль адж, означающим быстрое наступление врага, когда враг быстро подступает и внезапно атакует. Поэтому эти яджудж и маджудж сухие и жесткие по своей природе И когда они объявятся, они сделают это так быстро, что мы не сможем выдержать это наступление Нам придется бежать от них Вот что говорят ученые о значении этих слов Яджудж — это племя, а маджудж — другое племя, но они связаны И это реальные человеческие существа Яджудж и маджудж — это люди, они на самом деле существуют на земле Они существовали во времена Мусы, алейхиссалям, в эпоху великого царя по имени Зулькарнайн Кто-нибудь слышал о Зулькарнайне? Зулькарнайн — двурогий человек Его так прозвали, потому что он носил шапку, на которой было два рога Зулькарнайн был очень могущественным царем, и он поклонялся Аллаху Праведный, справедливый царь-мусульманин Один из лучших, когда-либо живших на земле У него было столько власти, столько влияния, что его царство распространилось почти на весь мир Я говорю почти, потому что были такие уголки, куда цивилизация еще не дошла, как и сегодня Но как бы там ни было, куда бы ни дошла тогда культура, там была власть Зулькарнайна До самых окраин цивилизованного мира Аллах Субхануа Тааля говорит о Зулькарнайне в суре «Аль-Кахф» Он добрался до очень отдаленного места на земле Он ездил по всему свету и смотрел, не притесняют ли где-то кого-то Кто делает хорошие вещи, чтобы наградить их Он устанавливал справедливость среди людей Лично передвигался со своей армией, осматривая все свои земли Он путешествовал по миру, устанавливая справедливость и восхваляя Аллаха Субхануа Тааля, куда бы ни пошел Аллах описывает одно из его путешествий Однажды он отправился в путь, чтобы восстановить справедливость И когда он добрался, Аллах говорит в Коране Когда он добрался до места, где заходило солнце Он увидел, как оно садится в мрачный водоем, в темную воду Он обнаружил, что солнце садилось, есть два прочтения Первое означает «в мутную воду» и второй вариант «в кипящую воду» Оба толкования правильны Это было странное, необычное озеро Оно было очень мутным и горячим Некоторые предположили, что это была лава или что-то в этом роде Аллах знает лучше Это было что-то отличное от обычной воды И они обнаружили там группу людей И не было больше земли дальше того места, до которого он добрался То есть Зулькарнайн достиг самых отдаленных мест Там уже не было никакой цивилизации Вот о чем говорится в том аяте Он обнаружил там проход между двумя горами И он также обнаружил там группу людей, которые не смогли с ним говорить То есть они были отрезаны от цивилизации Он нашел там людей, которые с трудом могли понять обычную речь С очень примитивной системой общения Аллах указывает на то, что Зулькарнайн добрался до очень далекой земли Которая была отрезана от всех цивилизаций От контактов с другими народами Они даже не могли общаться Это была наивысшая степень изолированности от других цивилизаций Между собой они общались по-другому Не используя речь Каждый так может Использовать простые знаки, жесты, звуки и тому подобное Итак, они сказали Зулькарнайну «Яджудж и Маджудж приносят много зла на нашу землю» То есть племена Яджудж и Маджудж взаимодействовали друг с другом Яджудж и Маджудж несут зло Они грабят и убивают нас Они насилуют, причиняют ущерб Они причиняют земле много зла Пожалуйста, ты можешь нам помочь? Яджудж и Маджудж Они портят землю Давайте проанализируем Эти люди пожаловались Зулькарнайну Люди с очень примитивным образом жизни и языком Зулькарнайн достиг границ мира, таких далеких от цивилизации И они попытались рассказать ему про другую цивилизацию, которая была даже хуже, чем у них И еще примитивнее И еще более отсталая, чем те люди, которых он встретил Если мы вам заплатим Вы такой могущественный правитель С такой огромной армией Представитель более развитой цивилизации И вы, кажется, хороший человек Вы так добры к нам Возьмите эти деньги и защитите нас от Яджудж и Маджудж Вы можете построить стену между нами Они проходят через эту долину Возведите стену, преграду между нами Чтобы они не смогли к нам прийти Чтобы отрезать их от мира Зулькарнайн ответил Что бы ни дал мне Аллах Это лучше, чем ваши деньги Мне не нужны ваши деньги Я сделаю это фисабилилля Сделаю это ради довольства Аллаха От вас мне нужно Рабочая сила Мне понадобится ваша помощь в этом деле Вы поможете мне физической силой И Зулькарнайн сказал Принесите мне железные листы Или куски железа Зубра — это железные самородки Дайте мне железо Он положил его между двумя горами Соорудив нечто вроде преграды С железа, которое сначала было холодным Он сказал Дуйте И мехи стали раздувать огонь Под кусками железа был разведен огромный костер Огонь был настолько горячим, что все железо расплавилось И образовало единое целое Для этого и нужна была Зулькарнайну помощь этих людей Аллах уведомо, как им удалось развести такой огромный костер Аллах знает, что они сделали Зулькарнайн владел технологиями, чтобы закрыть этот колоссальный проем между гор И очевидно, что Яджудж и Маджудж оказались в ловушке В местности, откуда им было не выбраться И Аллах говорит в Куране Они не могут ни перебраться через эту стену, ни пролезть под ней Именно так звучит перевод Итак, смысл в следующем Аллах рассказывает нам, что Зулькарнайн построил стену, преграду, дамбу Настолько крепкую, настолько непроницаемую Ничто не могло ее преодолеть Ничто и никогда не могло сломать ее Ни климат, ни люди, ни оружие, ничего Никто не мог пробить ее Никто не мог ее преодолеть Эта стена была сверхкрепкой и непроницаемой И когда Зулькарнайн взглянул на людей Те стояли застывшие в удивлении Какая мощная стена И Зулькарнайн сказал им Все это по милости моего Господа Вся эта милость от Господа И как говорит один ученый Муфасир Зулькарнайн совершил саджда Земной поклон благодаря Аллаха, что смог это сделать Зулькарнайн, осознав зло, которое несут Яджуч и Маджуч, возблагодарил Аллаха, что тот оградил их Потом он сказал Когда обещание Аллаха исполнится Ученые говорят здесь о судном дне и признаках судного дня Тогда Аллах, Субхану Аталя, заставит эту массивную преграду, которая не подвластна людям Аллах, Субхану Аталя, заставит этот барьер рухнуть и рассыпаться Стена сравняется с землей И обещание Аллаха истина Это произойдет Что он здесь говорит? Он говорит, что Яджуч и Маджуч будут отгорожены от мира до определенного времени, которое наступит И только с позволения Аллаха эта стена падет Когда это произойдет, Яджуч и Маджуч выйдут наружу И лишь Аллаху известно, добирался ли кто-нибудь до того места Но если вы хотите знать, где это В одном тафсире, который я читал, указано И, конечно, Аллах знает лучше Что это место ближе к верхней части земного шара В направлении северного полюса Далеко на севере, ближе к северному полюсу И Аллаху, Субхану Аталя, ведомо, где точно они находятся И Аллах сказал Мы покинули их Имеется в виду Яджуч и Маджуч То есть Аллах говорит, что их там огромное количество И они карабкаются вверх, как волна набегает на волну И Яджуч и Маджуч кишат и лезут друг на друга Яджуч и Маджуч упоминаются в Куране всего дважды Это был первый из них А в другом месте Аллах, Субхану Аталя, говорит об их происхождении Откуда Яджуч и Маджуч? Что у них за история? Зулькарнайн огородил их, захлопнул ловушку И Аллах говорит, мы оставили их в этой ловушке И они там в таком большом количестве, как осы или пчелы Как жуки, которые копошатся и лезут друг на друга Но они изолированы от человечества До тех пор, и это закон Аллаха До тех пор Пока мы не освободим Яджуч и Маджуч Мы откроем двери для Яджуч и Маджуч И они начнут спускаться с каждой горы И они будут везде, как осы, как пчелы, как муравьи Это и есть два упоминания Яджуч и Маджуч, имеющихся в Куране Продолжение истории Яджуч и Маджуч Смотрите в следующую пятницу на канале Миррадиоинфо Иншаллах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok